Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы». Широкий выбор идей для нормальной жизни. Неоднократно в прессе обсуждался вопрос о бродячих бездомных собаках. При этом мнения высказываются разные. Несмотря на обсуждение, проблема остается актуальной и до сих пор не решается. В городе Коврад достаточно много бродячих собак, которые в любой момент могут напасть на прохожих. Больна ли собака бешенством или нет, определить сразу невозможно. Как решается эта проблема на сегодняшний день, мы обсудим в ходе нашей передачи, подготовленной в рамках проекта «Альтернативы» в рубрике «Гражданская журналистика». Эту тему, которую мы сегодня обозначили – «Собственный дом для собак». Обсуждать ее мы будем вместе с нашими приглашенными гостями – Антониной Волковой, председателем общественного объединения «Альянс женщин Юга» и Николаем Дели, директором экологической организации «Тенис Буджак». Здравствуйте! Здравствуйте! Также эту тему мы будем обсуждать вместе с нашими коллегами из ЛИК-ТВ «Город Рыбница». И я передаю слово нашим коллегам, для того, чтобы они представили своих гостей. Добрый день! Меня зовут Дарья Родина. Сегодня в нашей передаче из цикла «Альтернативы» мы поговорим, на мой взгляд, на очень важную тему – проблема бездомных животных. В нашем городе, как и в любом другом, брошенных кошек и собак немало. Как можно решить проблему, уменьшить численность животных, не применяя к ним насилие? Как этот вопрос решается в других регионах и странах? И какие альтернативы и перспективы есть в нашем регионе? Об этом наш разговор состоится сегодня. И в гостях у нас студентка третьего курса рыбницкого ПГУ Надежда Горозаву, которая вышла с инициативы открытия в Рыбнице Центра стерилизации животных. И еще один гость – Владимир Бака, член общественной палаты при президенте ПМР и председатель Рыбницкого отделения Приднестровского народного форума. Перед тем, как перейти к обсуждению нашей темы, мы предлагаем посмотреть репортаж подготовленной съемочной группой телекомпании, а то, после чего мы перейдем непосредственно к дискуссии. Знакомы ли вы с выражением «собака – лучший друг человека»? С раннего детства нас учат любить и заботиться о домашних животных. Но что делать, если любимцы становятся ненужными и их выбрасывают на улицу? На сегодняшний день в Камрате существует проблема бродячих собак, которые могут стать переносчиком разных заболеваний. Главврач ветеринарной клиники Виталий Андуршой рассказал, какие заболевания могут передаваться человеку. Самое проблемное – это одно – это бешенство. Это то заболевание, которое люди, заразившись, выздоровление, то есть от него нет. При заражении человека бешенством человек погибает в 100% случаев. Потому что очень большая просьба к людям, кто имеет собак, которые не привязаны, то есть которые находятся на свободном выгуле, собаки, которые ходят на охоту, собаки, которые имеют контакт с дикими животными, это переносчиками в природе являются лисы и волки, пожалуйста, чтобы все животные были вакцинированы от этого заболевания. Бродячие собаки давно стали частью жизни камрачан. Они стаями бродят по улицам, набрасываются на прохожих, пугают детей. И это считается нормой, так как никто на это не обращает должного внимания. Кто несет ответственность за бездомных животных, какие меры необходимо предпринять, поделились своим мнением жители города. Есть у нас проблемы даже в школах, утром дети боятся некоторых местах, глухих местах, собаки пугают детей. Есть бесхозные собаки. Не согласен, кто должен отвечать. И люди должны закрываться и собак. Это больше должна быть не только проблема властей местных, но и люди у нас должны быть открыты к этой проблеме. Потому что игнорировать это нельзя. И надо искать возможности. Потому что мы с друзьями даже иногда пытаемся придумать какие-то идеи, сродить какие-то будки хотя бы, чтобы животным было где жить. Но это не решает проблему. Надо ее решать более глобально. Я считаю, что люди сами, не надо их образовать. Есть люди, которые не имеют собак. Просят. Вот у нас сейчас есть маленькие. И мне уже их попросили наперед, заказали их. Конечно, идеальным вариантом было бы построить для них приют. В прошлом году в Молдове ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. Отстреливание собак запрещено законом. Одно из решений вопроса является создание приюта. Еще с 2015 года в муниципальном совете Камрата говорилось о создании питомников. Однако спустя три года данный проект не был реализован. Планируется он может быть уже 15-20 лет в нашем городе. Но в ближайшее время в любом случае он будет. Мы уже рассмотрели несколько вариантов. Есть не обязательно строить его огромным, большим приютом. Мы изучили много вариантов, изучили, где используем и ветеринарных врачей. При нами подсчитали сам подсчет, произвели полностью. На небольшой приют средств много от 300 до 400 тысяч для того, чтобы построить приют. Само содержание. Содержание нужно содержать и ветеринарных врачей, и те, кто вылавливает. Это 4-5 единиц должны работать. Как отметил градоначальник, проблема бродячих собак существует много лет. Для создания приюта и его содержания нужны стабильные финансовые средства. Однако бездействие чиновников может привести к большим проблемам, так как укус бешеной собаки, по словам специалистов, смертелен. Ветеринары на этот случай делятся советами, что делать при укусе агрессивного животного, какую помощь оказать пострадавшему. Требуется обработка раны. Рана обрабатывается обыкновенной проточной водой. Если есть хозяйственное мыло, хорошо промыть рану хозяйственным мылом. И больше ничего. Дальше к медикам они окажут необходимую помощь. Но собака с какого двора, если она с какой-то подворотни вылезла, пожалуйста, запомните это место, потому что если будет необходимо, это животное будет изолировано в ветеринарной службе. Сегодня на улицах Камрата можно увидеть стаю бродячих собак. Сразу определить, заражена собака бешенством или нет, невозможно. Учитывая, что в городе нет приютов и неизвестно, когда они будут построены, горожане также должны быть заинтересованы в собственной безопасности и сообщать специальным службам о местонахождении бездомных животных. Согласно статистике, в настоящее время в Камрате насчитывается около 8 тысяч животных. Из них примерно 800 бродячих собак. Вот мы и посмотрели сюжет, из которого ясно, что в городе у нас есть проблемы с бродячими собаками, и они до сих пор не решаются. Ну и первый вопрос, как вы считаете, почему у нас до сих пор не решается проблема с бродячими собаками, и кто ее должен решить? Ну, я хочу сказать, что иногда мы говорим, у нас проблем много, ничего не решается, у нас ничего нету, никаких ни услуг нету, никаких невозможностей, льгот нету, ничего нету. Ну, я так думаю, что одна из проблем, почему не решается, потому что люди на сегодня не запрашивают эту информацию, а в средстве этого они просто не информированы о том, какая ситуация. Если бы они поинтересовались, то они бы узнали, что этим вопросом занимается не только специальная группа муниципального совета, но еще специально для этого создана рабочая группа общественного совета, куда входят активные общественные организации города. И вот я себе даже отметила, что вопрос о питомнике, просьба от жителей рассмотреть этот вопрос поступила 29 сентября еще 2016 года в общественный совет, когда он только практически начал работать. И тогда была и создана рабочая группа. Результаты. Вот мы должны быть проинформированы. Какие результаты, что сделано было. Рабочая группа изучила информацию. Какая ситуация. Какие силы тут могут быть задействованы. Обратились даже и лет лечебницы. И у нас есть еще тоже специальное учреждение по безопасным продуктам. Там тоже работают специалисты, которые нам помогли собрать дополнительную информацию. И оказалось, что в муниципе Камрад даже есть специальные правила содержания и выгула домашних животных. Вопросы в другом. Насколько эти правила соблюдаются. И в результате чего у нас появляется все больше и больше собак бездомных. То есть собаки пропадают, собаки теряются. И никто, как мы говорим, никто ничего не делает, никто этим не занимается. Я так думаю, что здесь еще вопрос стоит в том, что правила эти не совсем адаптированы. Они очень старые уже. И рекомендация общественного совета города, это было эти правила адаптировать, дополнить и как-то улучшить. То есть, чтобы они соответствовали сегодняшнему дню. Этим сейчас занимается специальная группа. По вопросу о создании, да, Примар тоже участвовал в заседании этих общественных советов. Он говорит, мы постараемся, мы найдем. Но вопрос в чем еще? Мы провели опрос о том, ну по просьбе Примара, правда, потому что сами, может, и не догадались бы, какой формат этого питомника, который мы хотим. То есть, для того, чтобы найти даже деньги, найти спонсора, нужно знать конкретно и смету, и сколько площади для этого надо, какой персонал. И возник вопрос, какой статус будет у этого питомника, или только городской питомник. То есть, понимаете уже, на каком уровне этот вопрос решается. Это не то, что надо или не надо, а уже какой именно делать. Или может делать регионального уровня, и тогда подключить Примарии других сел для софинансирования. Опрос жителей показал, что да, такой питомник вряд ли сделают отдельные Примарии где-то у себя. И, скорее всего, ему нужно сделать, ну как минимум, районным. Это опрос жителей вы как-то... Опрос жителей делали члены рабочей группы общественного совета, да, и спрашивали и жителей, и сел Камрадского района. И Примарии было собеседование. Да, и Примарии мы это тоже обсуждали. Все Примарии, Гагузи, они уже в курсе, что это начнется объект, начнется, но пока не начнется, что я могу сказать. Было нам в 16-м году предложено Министерством экологии, предложено нам получить эти гранты, заключить договор на строительство в Камраде и строительство для всей Гагузи, для Юга. Часть для Бессарабского района, часть для Кантинитского района, чтобы прихватить ближнее село. И мы рассчитали объект, мы рассчитали этот объект, взяли мы типовой проект, мы рассчитали, он для 500 собак. Вот он есть, вот такой. Мы взяли для сорта собак этот объект, сбалансировали, посчитали экономическую выгоду, посчитали объект строительства, объекта сколько будет. Ну, первый раз мы вышли на 2 миллиона объектов. Но нам сказали, не будем размахиваться, давайте в Министерство экологии, пошел, это был еще Мунтян, говорю, господин Мунтян, дайте нам объект на 400. Николай Дмитриевич, то есть я как понимаю, у вас есть проект, вы разработали грант, и у нас в Камраде в скором времени будет построен. Ну, это как в скором, дело в том, что... С какого времени документы вот вы... Документы у нас мы готовим с 17-го года. Мы готовили с 16-го мы искали, согласен, но документы приготовлены с 17-го года и с 16-го. Ну, там, например, такие, как кадастровые документы, это они больше готовятся. Потом согласование с треми предприятиями, которые... Которые, ну, там, это препятствия электросетей, потом водообеспечения, электронные электросетей. Там целый вариант проблемы. Ну, мы это обошли, за полгода мы эти документы подготовили. Сняли даже, мы с кадастров взяли документ, вот на землю, где выделена нам земля вот эта. Скажите, пожалуйста, где выделена земля? Земля выделена в районе крупного рогатого скота, где наша, в сторону нашей мусоросвалки. Почему там? Почему там выделено? Дело в том, что нам было предложено примарей и другие участки. Но там наш коммуникатор заявил, где промышленные строительства, заводы, где жилы. А где вот такой, ну, как мусоросвалка, да? Вот на мусоросвалке, около мусоросвалки выделили нам площадь. Какая площадь отбьем? Там площадь три гектара. Три гектара, да. У нас есть эта площадь, но пока вопрос стоит строительства. Проблема в строительстве, да? Проблема в строительстве, да? Нету, не дают денег? Нет. В чем проблема, что у нас не строится, не люди? В чем проблема? Сегодня у нас, сегодня у нас в Министерство сельского хозяйства и окружающей среды, значит, экологический фонд не готов выделить деньги. Вот они и заключили договор, 400 тысяч, есть. Министр подписал, все. Но экологический фонд, ну, можно сказать, до октября месяца еще и минута года. А кто должен, кто может помочь? Приморист, полком или... Это только тишиневый, это грантовый вариант. Это согласно еще чего, что в связи с вот этой реорганизацией структур, и еще дело в том, что тут эти деньги будут выделяться не с бюджетом, а с добрыми. Они будут с грантов получены с Евроазии, с Европы, европейские финансированные. И по требуемым условиям мы должны иметь пять приютов. Пять приютов в Молдове? Да, по всей Молдове. А пока здесь, у всех ребята все подготовили документы, вот и бейцы, и террасы тоже. Они готовят в Бенерех, он есть, но в Бенерех это такой слабенький он. Приморист говорит, мы сами будем ловить и приносить. Да, это приморье, сейчас занимается этим приморье. Они пока не отлавливают, потому что куда же им отлавливать? Это предмет, просто по проекту предполагалось, что среди членов персонала будут люди, которые будут выезжать и отлавливать этих собак. Но для того, чтобы сократить сумму бюджета, приморье уже прошло на то, что они сказали. Наши работники сами это сделают, можете это не закладывать в свой бюджет. Вот, и на сегодня я считаю, что это очень большой плюс и, наверное, заслуга организации «Тэмисс Бурджав», что есть решение Муниципального совета о выделении земельного участка. Есть уже все согласования в кадастре, то есть это уже закреплено на легальном уровне. И осталось только дело за том, чтобы получить контрибуцию из исполкома. Решение с 29 апреля 2016 года, то есть два года назад решение. Сейчас я предлагаю послушать наших участников физлик ТВ «Город Рыбница», после чего мы вернемся к нашей дискуссии. Дарина, вам слово. Мы посмотрели сюжет наших коллег из Камрата. И у меня к вам вопрос, Владимир Николаевич. На правобережье Днестра ужесточили наказание за жестокое обращение с животными и отстреливание собак запрещено законом. А как у нас обстоят дела в законодательстве в этом плане? Вопрос ясен. Значит, у нас в этом плане все находится в зародочном состоянии. Есть положения для местных органов власти, которые регулируют порядок на улицах, в том числе уборку от животных. Они решают вопросы самым простым путем. Раньше выделялись средства для того, чтобы их травить, потом начали отстреливать. Какое-то время был достигнут мораторий на это действие в большей степени из-за того, что отсутствовали средства в местном бюджете. На данный момент вопрос находится в подвешенном состоянии, потому что, в общем-то, знают, что мы есть и ожидают от нас каких-то встречных инициатив. Мы — это Надежда, Приднестровский государственный университет, студенты ПГУ и активные волонтеры из гражданского общества, которые, в общем-то, показали за год, что можно другой путь избрать решение проблемы. Есть очень большие практические наработки, есть материальные достижения, юридические. Но на данный момент можно гордиться только тем, что лёд тронулся. Мы уже есть, и мы можем дискутировать, ну, как минимум, говорить на эту тему открыто. Спасибо. Как Вы считаете, насколько проблема бездомных животных актуальна? И почему каждый из нас должен задуматься, что бездомные животные имеют обратную сторону и опасны для человека? Дело в том, что проблема бездомных животных, она актуальна и ясна для всех. И тут особенно размышлять на эту тему, в общем-то, нет смысла. Есть смысл сказать другое. Есть проблема гражданского общества отношения к животным, отношения к среде обитания, потому что урбанизация, которая повсеместно шагает ускоренными темпами, она организует систему перетока людей из менее, скажем, густонаселённых, это сёл, в гор, в города. Да, собственно, люди тянут за собой самое дорогое зачастую и животных. Животные после определённых обстоятельств у каждого они свои оказываются на улице, начинают жить самостоятельной жизнью, и размножаются, и болеют, живут какой-то проблематикой. Эта проблематика приводит их к определённому состоянию, наряду с болезнями. Это приводит к тому, что человек в обратном плане взаимодействия с этими животными получает проблему собственной бесхозяйственности. Вопросы бешенства животных, вопросы, скажем, неадекватности животных, вопросы социализации животных, значит, они точно так же актуальны, как вопросы любого общества. И если мы люди, которые живём целостным каким-то коллективом, государством, народом, имеем обществ, мы должны понимать, что доброта, она не только в вере в лучшее, но и в вере в наших ближних, немощных, не всегда безопасных. Опасность, конечно, есть. Очень много сюжетов о том, как животные собираются в стае, очень много сюжетов о том, как нападают на задворках городов и сёл, много ситуаций известных, когда кусают, и человек боится, он не знает, это заразило, не заразило, бежит в больницу. Очень много средств стоит потом определить состояние человека после укуса, больные уколы. Это жуть, которую не стоит, я думаю, в общем-то рассказывать, но есть другая история, которая стоит говорить о доброте и о консолидации общества, чтобы эту ситуацию исправить. Надежда, Вы решили создать центр цивилизации животных в нашем городе. А почему это не приют? И с чего Вы вообще начали? Чтобы стать приютом, нужно иметь и средства, и больше помощи, наверное, чем сейчас есть у нас, к сожалению. В декабре месяце в государственном университете ПГУ состоялся круглый стол, где воздвигнулась тема создания волонтёрского сообщества. Одним из направлений было помощь животным. Я обсудила такую тему, как создание пункта стерилизации бездомных животных. Владимир Николаевич Бака откликнулся на мою просьбу о том, что нам нужно помещение, где мы можем это животное социализировать, в первую очередь, потому что бывает много случаев, когда животное дикое, его нужно сначала приручить, прежде чем, конечно, его стерилизовать. Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, почему Вы решили поддержать инициативную молодёжь? Нужно отдать должное начинанию студентов, руководству ПГУ в том, что оно поддержало студентов. И всё начиналось с желания быть общественно полезными, проявить свою гражданскую сознательность. Ну вот в чём-то. Проектов было несколько, но самым активным оказался проект, который инициировала надежда. И когда я был приглашён на круглый стол, там были депутаты местного, Верховного совета, предприниматели. Я в основном предприниматель. И моя общественная деятельность является просто, скажем, в большей степени увлечениями, позицией. И те средства, которые я зарабатываю, я могу с ними поделиться, потому что это мои свободные заработанные средства. И выходит, что у меня есть активы, которые не совсем используются в бизнесе. И, в общем-то, это не так, скажем, мне, скажем, дорого стоило. Но импонировала сама активность, которую надежда пропагандировала саму идею. Потому что человеческий фактор, он в данном случае является ключевым. Идей было много, там сбор мусора, помощь волонтёрская неимущим жителям города, поддержка каких-то инициатив администрации. Но в большей степени оказалось, что всё на задворках, кроме интереса к животным. Потому что надежда смогла организовать единомышленников, активно подключила сети различные, появились сочувствующие люди, появились некие средства. То есть на данный момент, насколько мне известно, более 500 участников круга общения. И изначально было видно, что человек светится, и эта идея получит продолжение. Поэтому те материальные возможности, которые я предоставил, эта активность, которую надежда вложила, эти люди, которые откликнулись, собственно, создала жизнь идея. И поэтому спасибо ей, спасибо ПГУ. Благодарю вас, Дарина. Мы с интересом послушали мнение ваших участников. И нам понравилось то, что у вас есть молодые инициативные группы, которые любят животным, пытаются им помочь. В нашем городе, к сожалению, нет не только питомников, но и нет места захоронения домашних животных и бродячих животных. И хотелось бы в этой рубрике сейчас обсудить эту тему, поговорить о специализированных местах для захоронения, где хозяева могут похоронить своих домашних любимых питомцев. И у меня вопрос к вам. Есть ли у нас кладбище для животных? Если нет, почему? У нас без такого кладбища нету. Раньше была, знаете, яма Бекера. Такая яма была. Вот туда все трупы, все вот самые накапливые. Она где-то на окраине, за чертой города была. Но сейчас этих ямок нет. Да, оно очень глубокое, специальные там стандарты. И там за ним следят, ухаживают, там хлорамин, что там надо было. Сейчас, сейчас полететь. А сейчас, ну что сейчас, если вы захотите вакцинировать свою собаку, идет, покупайте вакцину, вызывайте врача, ветеринары. Он вам, пожалуйста. Нет, а если умерла собака? Если умерла собака. А если? Кладбище для собак, как и другие какие-то публичные услуги, это в любом случае прерогатива премарии. То есть премария – это сегодня власть города, это организация, которая обеспечивает всеми необходимыми услугами. И, конечно, тут хорошо, что, допустим, в ветеречебнице появилась частная, да? Вот частная клиника для домашних животных. Это хорошо. Если мы будем ждать, когда появится частное кладбище, наверное, когда-нибудь и это тоже будет. Но на сегодня, если встал такой вопрос, и люди хотят, то они должны обратиться в премарию. Я бы порекомендовала обратиться в премару. То есть можно и в общественный совет обратиться, потому что пока, вы знаете, у нас очень хорошие законы. Но пока не будет документ, бумага, то есть не будет изъявления граждан, то никто, конечно, не будет в этом плане. То есть это должно быть обращение от людей. Не, у нас, понимаете, у нас раньше было, но как такого, я как-то против, чтобы премарию, это было увязано с премарией. Это леонидная служба. У нас есть санэпидистанция. Но они уже обеспечивают соответствующие стандарты. Но если премарию даже решением, советом, примет решение, открыть, так подождите, ему надо, тогда воин скажет, так найди себе врача, бить врача, найди, сделай это ему, и все будет кидать на премарию. А это, самоокупно, должно сделать ветеральная служба с Министерством сельского хозяйства. У нас об этом не поднимается вопрос к Пщеневе. Мы там должны поднимать вопрос к Пщеневе. И почему это не поднимается? Потому что, опять, сейчас, вот как мы поднялись с этим проектом. Не поднимется вопрос, пока люди не обратятся. Да. И пока они не обратятся, именно письменно. А обратиться письменно они должны, как минимум, в премарию. А уже премария, пусть дальше, специалистов имеют, пусть решают, куда дальше направить эти бумаги и вот этот запрос. Еще вопрос. Или в ветеринарную службу, или в министерство, или еще куда. Спасибо. Еще такой вопрос. Вот в обычных больших городах есть места для выгула собак, для хозяев. Вообще, в Кабнате у нас есть такое место. Тоже в этом проблема, да? У нас есть по проекту выгул. Почему-то мы запросили 3 гектара земли. А, то есть там будет такая. Да. Но это для выгула тех собак, которые в питомнике. Нет, это тех, которые в питомнике, и тех будет отдельно лесополоса, лес где посажены, чтобы выгуливали собаки там. А вот жители, вот он захотел погулять со своей собачкой. Где он что, может везде? Ну, у нас не запрещено одеть наморник, купить наморник, одеть наморник. Почему мы говорим, что такие правила выгула, так же как и правила содержания домашних животных. Надо совершенствовать, надо их. Мы в ответе за братьев наших меньших. Так называется репортаж, подготовленный нашими коллегами из лектовой города Рыбница. Давайте посмотрим, как решаются у них проблемы, какие проблемы у них существуют. Это Рокки. Один из тех, кто оказался на улице, будучи еще совсем маленьким беззащитным существом. Сегодня он, высказывая радость, виляет хвостом и доверчиво заглядывает в глаза тем, кто волонтерит в Рыбницком центре стерилизации бездомных животных. В общем, нашли их возле церкви. Перед 9 мая было сообщение, и там было около 8 щенков где-то. И вот мы привезли, и вот один остался, потому что у него был подкожный клещ. И его машина сбила, и у него были лапки переломаны. Потом он заболел вот чумкой, он был у нас в клетке, у нас в клетке до сих пор есть больные животные. И я забрала его домой на передержку, вот и он теперь не может без меня, поэтому он пока живет у меня дома, и не знаю, наверное, мы его уже не отдадим. У нас у каждого волонтера есть кто-то, кто остается у них дома, мы берем на передержку и остается навсегда. У нас есть пару историй таких. Его зовут Рокки, он боксер. Кто-то прячет глаза, кто-то не в силах пройти мимо и подкармливает бедолагу, а кто-то вовсе может отпихнуть несчастного в сторону, не проявляя к нему ни капли сочувствия. Относиться к ним можно по-разному, но оставаться равнодушным к проблеме бездомных животных нельзя. Так, более года назад по молодежной инициативе в Рыбнице начал свою работу Центр стерилизации бездомных животных. Сегодня в нем работают волонтеры, стараясь своими силами решать возникающие проблемы. Мне вообще нравятся животные, я их очень люблю и я не могу оставаться равнодушным к их проблемам. Люди могут сами себе помочь в каких-то ситуациях, а животные, они беззащитны. Они не могут говорить, они только могут смотреть взглядом и этот взгляд рассказывает много о животном. Нам поступил вчера звонок о том, что нашли собаку с поводком бегущую и надо было где-то переночевать. И сегодня утром мы ее забрали, обнаружили рану, наверное, подралась. И пока будем ее лечить, а потом уже найдем и хороший дом. Или хозяина. Ирина тоже неравнодушна к животным и волонтерит в Центре с первого дня его открытия. Изначально у нас была идея это стерилизация собак, то есть уменьшение численности животных в городе. Мы стерилизуем собаку и ставим ей чип. Это как доказательство того, что собака стерилизованная и она не представляет никакой опасности обществу. Недавно, буквально пару месяцев назад, у нас был договор с спецавтохозяйством, что если собака стерилизованная и она прочипирована, то они ее не трогают и не отлавливают, не убивают. Перед тем, как мы стерилизуем собаку, мы ставим все вакцины, то есть от энтерита, от чумки, поэтому собака, которая стерилизована, она не имеет болезни и она полностью здоровая, мы даем ее в хорошие руки, потому что по нашему опыту все собаки стерилизованные нашли своего хозяина. Нам помогают Вадим, Наталья и Иван. Это три ветеринара, которые находятся в городе Рыбница. Они стерилизуют и чипируют наших собак. Дома для четвероногих друзей ищут разными способами. В социальных сетях существует группа, где волонтеры делятся информацией. Но есть более активный способ найти хозяина бездомным животным, раздавая их на рынке. Если мы видим по человеку, что он не очень хороший, то мы говорим, что собака стоит 200 рублей. За 200 рублей он собаку у нас не покупает. Он нам желает только добра и мы отдаем хорошим людям собачек. Мы верим в глаза. Вот мы смотрим в глаза, если глаза добрые, хорошие, честные, то мы сразу отдаем. А если глаза злые, то мы не отдаем никогда. У людей, у которых холодный взгляд, он безразличный ко всему, мне кажется. А вот если взгляд сочувствующий или что-то в этом роде, то это можно увидеть. Эмоции не скроешь. Слышали выражение, что глаза – это зеркало души? Это правда. Если каждому животному, чья жизнь началась и продолжается на улице протянуть руку помощи, то каждый из нас сможет обрести верного и любящего друга. Выбрал собачку, потому что мне нравится она. Они помогают собакам, чтобы они не были уличными, их не били другие люди плохие. Нам нужен сторож, охранник и, конечно, чтобы мы любили друга. Конечно, полезным. То, что животные не страдают. На свой дом ездить, бегать. Просто мне она понравилась. У меня была черненькая друга и звонка, чтобы вы знали. Потому что мы с дедом в возрасте уже, у нас наши все поразбежались. И для нас это удовольствие одно. Потому что они добрые и все, чтобы вы знали. Люди добрые, занимаются добрыми делами. Умиление, восторг, желание прикоснуться. Когда мы встречаем бездомных животных, большинство из нас одолевает добрые и искренние чувства. Но, к сожалению, далеко не каждый может взять на себя ответственность прийти в животное. Если каждый будет чувствовать ответственность за того, кого приручил, и понимать, что эти существа также чувствуют боль и предательство, возможно, на наших улицах станет меньше бездомных животных. Вот в Рыбнице ребята их чипуют, животных стерилизовывают. То есть был бы вот этот центр хорошим альтернативным питомникам, их стерилизовать. опять выпускать на волю, люди увидят, что они против полной. Ну, ну, хорошо. Такое предложение было от общественного совета было. Так, ну, ну что, мы обслуживаем. А есть же другие болезни. Есть другие, есть псараптоз, другая болезнь, бещенство, это другая. Там, там, какого, шести-семи видов болезней собаками. То есть вы имеете в виду, эти болезни нельзя вычискивать, потому что стерилизация не поможет. Но оно не поможет, допустим, распространению каких-то болезней, остановка распространения, но оно поможет сократить количество бездомных животных, потому что это уже становится... Я считаю, самым надежным перерегистрацию всех собак. По хозяйству. Вот, Примария взял, вот эту улицу. Про всех. Фамилия, как его, кто у тебя. Кобель, все, написал, фамилия, все, и так дальше. Тогда будет легко. Будем знать, чья собака. И таких много собак на улице не будет. Будет одна, две, ну, одна, две, там, они... А куда отедутся, остальные бездомные? У хозяев дома будет. Я имею в виду регистрацию всех собак по хозяину. Каждый хозяин регистрирует. А те, которые в городе, вольные, да, так же можно будет определять, определять, чья собака откуда, с какой махровой. И тогда, тогда можно будет, тогда их можно взять в приют, поставить в приют, содержать. Сейчас я передаю слово рыбнице студии ЛИК-ТВ. Нам интересно ваше мнение и комментарий по теме. Надежда, из сюжета видно, что вы проводите большую работу по содержанию и уходу за животными. С какими трудностями приходится сталкиваться вам и волонтерам в центре? Несмотря на все мои работы и усилия, чтобы создать в этом городе что-то, чтобы создать в этом городе приют, мне, наверное, не хватает какого-то опыта, потому что в организационном моменте впервые сталкиваюсь, впервые приходится сталкиваться с многими вопросами, которые раньше в жизни меня не касались, и вот опытов взрослых людей. Владимир Николаевич нам очень помогает, несмотря на то, что работают волонтеры, среди волонтеров большинства, к сожалению, дети. Очень мне кажется ждать помощи только от властей, потому что, во-первых, нужно начинать с себя. Вот есть пример, который мы смотрели в ролике, где власть не участвует в жизни бездомных животных, а это наши соседи, мы не можем взять и переселить их на другую землю. Мы либо сталкиваемся с ними, получая хороший опыт взаимодействия, животные все-таки помогают и душевно исцеляют, либо мы получаем укусы от этих животных. Если же не укусы, то мы учим своих детей проходить мимо, и наша душевная консистенция настрадает. Поэтому, если у вас есть какая-то возможность помочь, так как сейчас дети, волонтеры, они все учатся, у нас есть очень тяжелая ситуация в плане волонтерской помощи, я призываю в этом городе быть более активным. Здесь не обязательно, чтобы вы понимали, не обязательно бегайте, раздавать щенят, как там девочки делают, потому что у них большой груз лежит ответственности. Здесь просто, если вы даже хороший фотограф, вы можете прийти, у вас получится большой опыт. Если вы юридически как-то подкованы, или вам нужен этот опыт. Как часто происходит? Мы приходим на работу, у нас нет опыта работы, нас не берут на работу. А где опыт взять? Здесь также нужно как-то, вы можете проявлять свою инициативу, проявлять свои способности здесь. Вы можете проявить себя, вот я дизайнер, и у меня большой опыт здесь, я делаю всякие возможные флеера, мы развешиваем по городу, вот я получаю такой маленький опыт. Это багаж, который вам обязательно поможет. и в организационных вопросах, помогайте устраивать мне акции, вы научитесь и лидерским каким-то способностям, это развивает и чувство ответственности, вставать по утрам и так далее. Это большой плюс, не нужно как бы натыкаться, что здесь только животные, что там, это, животные, это моя инициатива, потому что, допустим, у меня душа за них болит. Остальные могут просто хотя бы чуть-чуть любить, как любят свою кошечку дома. И нужно понимать, что такие же кошечки, они такие же индивидуальные, у них, если их понять, вот если, как у нас получается, вот берешь, это животное спасаешь, и ты сможешь, насколько оно особенное, что у него свой какой-то темперамент, что оно может быть либо очень пугливое, либо вот у нас сейчас щенок, мы его два месяца пытаемся приручить, вот она ни в какую не хочет довериться, вот такое оно щенок. А другой на второй день покормишь, все радуется. Они особенные, и когда ты понимаешь, понимаешь, что, да, и ты понимаешь, что вот если сейчас, вот представляете, мы за декабря месяца уже получилось пристроить больше двухсот животных. Если только подумать, сколько животных до этого времени, вот не уделялся этому вопрос, сколько животных этих погибло, это же, это же живые существа, просто если есть возможность, потом каждый из нас, кто ничего не сделал для того, чтобы в этом городе создался этот приют, мне кажется, когда-нибудь пожалеет, потому что сейчас та самая возможность что-то сделать, пока появились инициативные люди, которые мы доказали своим опытом, мы доказали своей помощью, что это не просто какой-то порыв сердца, знаете, как настроение пришло, а потом у нас настроение уходит, мы перестаём это делать. Нет, мы уже, несмотря на все сложности, мы преодолеваем их и с декабря месяца мы работаем. Хотя, может, вы это смотрите в ВКонтакте, где наши группы, вот фотографии мы раздали, а там не показывается, какой труд, чтобы поймать эту щенка, сколько покусанных перчаток, сколько грязи в тебе происходит, сколько этих всех сложностей, сколько приходится стоять с утра до вечера, это всё не показывается. если просто больше людей будет помогать, хоть чуть-чуть, этот груз ответственности и этого большой, тяжёлой работы не будет лежать на пяти, четыре, на пяти людях, которые потом, вот и по своему опыту, скажу, что бывает, приходят волонтёры, так как их мало, он приходит, он готов, он видит, как нужна здесь помощь, он начинает полностью вкладывать все свои силы, всё своё время, потому что он хочет помочь, он думает, что вот он что-то сделает, он решит, и нам станет значительно лучше. И он настолько на себя берёт этот труд, что потом вот из-за того, что в жизни этого человека есть и другие сферы деятельности, это и работа, наверное, и учёба, и личная жизнь, они начинают очень сильно страдать. Из-за того, что этой помощи мало, этот человек просто не выдерживает. Не потому, что он плохой, там вас обижаются, там вот волонтёр ушёл, его нету, он устал, там или уехал, но просто потому, что если нас будет больше, если мы будем следовать зарубежному опыту, мы не какие-то там особенные, как, знаете, вот некоторые бывают, там с суждением, вот какие-то странные люди, допустим. Это не странные люди, есть зарубежный опыт, где люди абсолютно совместно помогают этим животным, и для них это что-то, часть вполне нормального явления. И это правильно. Если мы будем развивать свои душевные качества, обращать, кто возле нас погибает и не может сказать «помоги», если бы каждый говорил «помоги», чтобы здесь сколько бы криков было. Мы их не видим, они умирают где-то в подвалах. Нужно брать на себе ответственность, и пока есть возможности, обязательно помогите нам. Спасибо, Дарина. Я сейчас предлагаю посмотреть один сюжет, подготовленный нашими коллегами из Элект-ТВ, как решается данная проблема в Польше. А это приют для бездомных животных на окраине польского города Люблин, находящийся под патронажем администрации города. Каждый день он принимает новых постояльцев. К большой радости работников приюта большая часть из животных всегда находит новых хозяев. Каждый человек, который решил обзавестись питомцем, проходит здесь обучение. Мы проводим различные акции, где дети и взрослые знакомятся с животными, объясняем им, насколько это ответственно, взять питомца домой, рассказываем, как за ними правильно ухаживать. Это снижает риск возврата животного в приют. Приют для животных в городе Люблин был построен в 2008 году на деньги из европейских фондов. Основная задача приюта состоит в том, чтобы обезопасить окружающих от бездомных животных. Специализированные службы отлавливают собак, кошек, которые оказались на улице и привозят в приют. Здесь им уютно и комфортно. Просторные вольеры, квалифицированная помощь ветеринаров, регулярное питание и внимание. Удовольствие это достаточно дорогое. Самые большие затраты это коммунальные затраты, конечно, содержание персонала и, конечно, затраты на лекарства и содержание больных животных. Большую часть затрат на содержание приюта покрывает гражданский бюджет. Каждый гражданин Польши имеет право перечислить 1% своего налога на какие-то социальные программы или волонтерские инициативы. И, как правило, жители Люблина отдают предпочтение приюту для бездомных животных. Наверное, именно поэтому на сегодняшний день он стал уникальным центром. С одной стороны, это маленькая больница, где животные сразу могут пройти и реабилитацию. С другой стороны, это обучающий центр. Здесь школьники и будущие ветеринары могут познакомиться с экзотическими животными, которые попадают в приют с городских улиц. В этом приюте сейчас находится около 100 экзотических животных. Это пауки, черепахи, змеи и многие другие животные. Больше всего их выбрасывают на улицы во время болезни, когда увеличиваются затраты на их содержание. Их находят везде – в мусорных баках, на лестничных площадках, на парковках, везде по всему городу. В Польше за безответственное содержание домашних питомцев гражданам грозит большой штраф и даже уголовная ответственность. И несмотря на это, животные всё-таки оказываются на улицах. Для этого и создаются центры содержания бездомных животных. В Люблинском приюте содержится 180 собак, 120 кошек и около 100 экзотических животных. И работники центра находят каждому из питомцев свой подход. «Это очень приятное животное. Оно тёплое. Мы получаем удовольствие, потому что питон меня массирует, а он от меня греется». Здесь хорошо знают, кто с кем уживается и у кого какой характер. В приюте работают более 20 человек. Им помогают около 50 волонтёров. У каждого государства свои возможности и методы борьбы с бездомными животными. Но любой неравнодушный человек мечтает о том, чтобы каждый питомец обрёл свой собственный дом. Как Вы оцениваете европейский опыт? Что нужно принять к нам? Я знаю, что очень многие руководители бывают в разных визитах по обмену опытом в странах Евросоюза. Они видят очень много разных инициатив, примеров, которые могут применить здесь. И на самом деле мы сегодня видим, как меняются наши сёла и меняются города. Это тоже не берётся где-то с потолка или с неба. Это действительно наши руководители, примары, они стараются внедрять что-то новое. И действительно, вот этот пример, который мы только что посмотрели, приют в Люблине, это, конечно, очень интересный. И мы видим, что это приют, который с одной стороны был построен на деньги Евросоюза, да, а с другой стороны он практически на две трети обеспечивается вкладом жителей города. Как Вы оцениваете вот это 1% налога? У нас можно? У нас в Республике Молдова и есть закон о 2%. 2% своих налогов жители могут перечислять, то есть официальное заявление пишут на ту организацию, которую они хотят поддержать. То есть у нас нету закона о гражданском бюджете, да, то есть что это именно поддержка гражданских инициатив, но у нас есть всё-таки закон о 2%. И если бы был такой питомник, вот этот закон о 2% можно было бы использовать, так же, как и вопрос о вовлечении молодежи. Дело в том, что дело в том, что когда вопрос касался, мы изучали вопрос касался чем же будем содержать, так мы обратились к некоторым бойным цехам, которые государственные бойни имеют, мы обратились и говорили, пожалуйста, ставьте, принесите свой контейнер, я Вам сегодня позвонил и пришли, получили, забрали. и возьмите к себе в холодильнике. На этом очень даже предприниматели бизнес-менины говорят, пожалуйста, мы им дарим бесплатно. Мне очень понравилось, что вот по сюжету из Люблина было озвучено, что весь персонал приюта, 20 человек, это специалисты, ну естественно, там разные, это вот, и администраторы, и так далее, и поставщики, плюс 50 волонтеров, то есть волонтеров практически больше, чем в два раза, больше, чем остального персонала. Это говорит о том, что есть люди, которые с удовольствием идут и работают там волонтерами, и Вы знаете, на сегодня труд волонтеров, он очень мотивирован, то есть он очень востребован. Если раньше, до 2011 года в Молдове не было даже закона о волонтерстве, мы даже участвовали в его разработке на национальном уровне, то на сегодня благодаря этому закону у нас ребята очень заинтересованы в том, чтобы поработать волонтерами, потому что это очень много, что им дает. Если у тебя в твоем СИИ, в твоем безумии записано, что ты работал в качестве волонтера в какой-то гражданской организации, или даже в публичном учреждении, в исполкоме, например, или в райадминистрации, то это намного больше ты имеешь пунктов для того, чтобы трудоустроиться. С одной стороны, а если ты идешь куда-то обучаться в высшее звено, то при поступлении это тоже очень учитывается. Сейчас я хочу обратиться к участникам из ЛИК-ТВ с таким вопросом. Исходя из польского опыта, то, что мы увидели в сюжете, понятно, что для содержания питомников и животных нужны необходимые финансовые средства, которых у нас, к сожалению, никогда не хватает. Что же делать нам, когда у нас нет ни питомников, ни опыта в этой области? Дарина, вам слово. У нас есть практический опыт и год, когда мы его нарабатывали, показал следующее. На данный момент нами создано предприятие в виде общественной организации. Оно предприятием станет зацикленным на воспроизводство доброты, тогда, когда мы вовлечем в его работу столько средств, столько сил, столько энергии, сколько это необходимо для того, чтобы в нашем городе в этом плане вопрос был исчерпан. Сколько нужно, мы сейчас не можем сказать, потому что дна не видно. Ведь кроме собак есть кошки, кроме собак, кошек, есть еще редкие животные зачастую, которые выбрасывают там и змеи, и там совы, есть раненые птицы, есть, скажем, эти экзотические всякие, там, все, что угодно. В Дубосарах вот есть зоопарк, где тоже собирали животных от отказников. Очень много людей обращаются, которые уезжают в отпуска, просят на короткий период. И в этом плане мы пошли таким путем. Создали юридическую форму, значит, открываем счет, даем его максимальному количеству людей, те люди, которые сочувствующие, могут нас поддержать теми посильными средствами, которые считают нужными. Это раз. Два. Имея юридическую форму, мы регистрируем ее в установленных органах, налоговых, разрешительных, контрольных, получаем необходимое разрешение и можем привлекать людей на постоянную и на временную основу на работу. Имея счета, которые поддерживаются людьми сочувствующими, мы получаем средства и можем поддерживать их неоплату труда и на этой базе постоянно развивать это доброе начинание в любом ракурсе, который будет полезным для этой темы. Ракурсов может быть много, на данный момент однозначно то, что мы опробовали, это стерилизация, это питомник, это собирание, приводение чувств и раздача малышей, это каникулы, когда люди уезжают и временно оставляют. Но все в итоге упирается в землю, в здание, в холодильник, в питание и в содержание всего хозяйства, потому что больных животных нельзя держать здоровыми, значит, самок с самцами, выводки с взрослыми, значит, кошек с собаками, не говоря про остальных животных, и получается все это площади, все это совершенно разные будки, совершенно разные миски, совершенно разный корм, даже совершенно разные холодильники. И получается, что кроме всего прочего выяснилось для того, чтобы животных можно было лечить, нужны стерильные помещения, нужны специальные места для хранения медикаментов, нужны холодильники отдельно для медикаментов, отдельно для питания, для того, чтобы готовить питание, необходима кухня, для того, чтобы персонал мог работать, необходимо место для персонала, для того, чтобы можно было где-то собраться к персоналу, людям общаться, необходима какая-то бытовая комната, необходимы складские, подъездные, в общем, можно говорит на эту тему бесконечно, но, собственно говоря, мы рецепт удачи уже знаем. Процесс уже движется, мы уже не первый день, и наша общественная организация называется Белый БИМ, документы мы получили буквально месяц назад, мы вполне можем на этой основе двигаться дальше, и вот на этой неделе ПГУ собирает очередной круглый стол, где основной темой будет как раз наше начинание, мы попробуем дать ему несколько другой вектор, то есть попробовать с помощью, скажем, этого государственного вуза, волонтеров получить другой совершенно импульс в движении, потому что, собственно, уже понятно, что рассчитывать на какую-то помощь извне не стоит, помощь внутри нас, и путь должен быть правильным, решения должны быть не разовые, жизнь только продолжается, и задачи мы видим все посильные, все решаемые, но нужна команда, нужны люди, которые отвечают за свои поступки, за принятые решения, нужно четко понимать, что люди разные, некоторые понимают, некоторые поддерживают, некоторые могут поддержать раз, некоторые могут поддержать системно, там, периодически, для всех это благо. Относительно польского опыта об отчуждении животных, которые человек приобрел и бросил, хочу сказать, что очень правильное решение, что человек, как разумное существо, должен быть ответственным родителей за детей, взрослый гражданин, за того немышленного животного, который он приручил. Обиходная пословица, что мы отвечаем за тех, кого приручаем, она в данном случае прямо, дословно, относится к животным. Закон в данном случае в Польше, насколько я знаю, он жесток, он дорогой, и тот, кто бросил животного, он за это платит. Но в Польше несколько иная эволюция развития этого вопроса, там гражданское общество, оно было стабильно и последовательно, и десятки летия нарабатывания опыта привели к тому, что животные в большей степени они посчитаны, они поименованы, они учтены. И брошенные животные можно легко найти, кто бросит. У нас в данном случае нет начала. У нас есть некоторые кинологические клубы, они периодически открываются, закрываются. И, в общем-то, основная часть животных, она непродистая, она такая доморощенная. Вот, что кошки, что собаки, и когда их бросают, найти хозяина практически невозможно. А кошка, собака не могут сказать, кто их, по сути, породил на улице, вот из взрослых, безответственных людей. И поэтому в этом плане в большей степени приходится надеяться на себя. Это раз. Во-вторых, я со своими общественными возможностями предполагаю возможность поднятия вопроса на уровне решения как общественной палаты, так и Пенестровского народного форума ответственности граждан за животных. Но для этого нужно еще создавать сам институт отношения общества к животным. Потому что есть некая ответственность за уголовное за штуку и обращение к животным. Но в плане за то, что бросают животных или ставление животных в опасности, вот в данном случае, у нас здесь нет постановки вопроса в правовом поле. Спасибо, Дарина. Наше время подходит к концу. И напоследок, что вы можете порекомендовать нашим телезрителям? Вы знаете, когда известная притча спросили у англичан, сколько нужно времени, чтобы вырастить вот такую траву, англичане ответили 300 лет. Поэтому сколько нужно времени, чтобы мы достигли того уровня, который есть в развитой Европе или в нашей природничной Польше, сказать сложно. Потому что вопрос отношения к животным – это не вопрос волонтерства. Это вопрос гражданской ответственности и гражданского понимания добра и зла. Мне бы хотелось поблагодарить всех граждан города Рыбницы за выделенную помощь. Есть люди, которые помогают нам дистанционно, они знакомы с нами лично, они при этом доверяют мне. И хотелось бы, чтобы люди понимали, насколько сейчас у нас все непросто. Многие представляют, слушая слово «приют» или какая-то организация, что это люди в формах бегающие, следуя опыту зарубежному. К сожалению, сейчас это не так. Может быть, все так. Я верю, это все будет так, если больше людей будет оказывать нам помощь и спрашивать, чем помочь, чем ежели заберите мое животное и прикладывая на нас всю ответственность. Мы бы с радостью помогли всем животным, но сейчас мы этого не можем, потому что у нас весь ориентир идет на стерилизацию животных и помощь тем, кто действительно страдает и просто умирает. И без нашей помощи не прийти мимо. Становитесь волонтерами. Это вам в жизни очень-очень пригодится. К сожалению, у нас время ограничено. И к концу нашей придачи что бы вы могли порекомендовать? Мы очень много сегодня обсудили, очень разные интересные моменты нашим зрителям. Во-первых, я бы рекомендовала нашим зрителям вашей программы, зрителям вашего телевидения, чтобы они не были безразличными. Что бы они не ждали, что когда-нибудь власти или когда-нибудь их сосед или когда-нибудь кто-то этим займется и сделает. Мы просто поговорим об этом. Что бы они сами попробовали что-то сделать. Что бы они собрались, несколько человек написали письмо в премарию, что просим вас рассмотреть вопрос о создании такого центра по стерилизации. Что бы меньше было собак бездомных на улицах. Ведь их же тоже жалко. Они же тоже не живые существа. Это наши братья меньшие, как мы говорим. Молодежь, пожалуйста, это вам пример вашей благотворительной акции. Выйдите и информируйте людей. И выйдите с таким призывом, чтобы в городе создать, чтобы в КГУ здесь создать такой приют, чтобы услышали вас власти, чтобы услышало министерство, чтобы услышал экологический фонд. Просто я вот желаю быть всем. Не быть безразличными. И попробовать самому что-то для этого сделать. Люди уже вот этим, наши, наши заклики дать, они больше возьмут за собаками ухаживать. И смотреть, и зацеплять их, чтобы поставить на учебу. А к этому времени ветеринарная служба тоже начнет работать. Надеемся на это. Пока одни страны запрещают заводить собак, другие страны мирятся с их отстрелом, третьи практически дают в лапу четвероногих права не меньше человеческих. У каждой страны свои методы решения данной проблемы бродячих животных. Практика работы приютов очень хорошо развита в Чехии, где приобщается полиция. Горожане, если видят одинокую собаку, они звонят в специальные службы отлова собак и их сразу отлавливают. В Польше за безответственные отношения к животным ставятся большие штрафы и даже привлекаются к уголовной ответственности. А что ждет наших собак? Это зависит, конечно же, от местных властей и от нас самих. Напомним, что в эфире была передача, подготовленная в рамках проекта «Альтернатива» в рубрике «Гражданская журналистика», мы обсуждали сегодня тему «Собственный дом для бродячих собак». Надеемся, что данная проблема не останется без внимания местных властей и общественности. До новых встреч! Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем. Совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы». Широкий выбор идей для нормальной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова